Вітаю всіх на каналі Свабода Преміум, з вами Ганна Саусь і моя суразмоуцца керавніцца беларускага жаношага фонду Вероніка Цапкала. Добрый день, Вероніка. Добрый день, Анна. Я ведаю, што вам з мужем, з Валерам Цапкалам і сынамі давялося за гэты год змяніть ўже пяць країна. У Расія, Україна, Польща, Латвія, тепер Грэція. Раскажыці, чаму вы решили пераехать ў Грэцію? Ну, мы на самом деле начали президентскую кампанию в 2020 году самыми первыми. Валерий объявил о том, что он идёт в кандидата-президента вообще первым 8 мая 2020 года. Это был день, когда объявили о начале, о старте президентской кампании. Поэтому мы занимаемся общественной деятельностью, участвовали в кампании уже больше года. То есть год и три месяца на сегодняшний день, даже уже больше скоро года четыре месяца. Действительно, сразу после того, когда мы покинули Республику Беларусь, мы уехали, ну, Валерий первый с детьми уехал в Россию, потом я к ним присоединилась, потому что не было границы между Россией и Беларусью, то есть не было паспортного контроля. Потом мы уехали в Украину, потом мы уехали в Польшу, в Латвию, сейчас мы находимся в Греции. Но почему мы поменяли столько стран? В самом начале, естественно, мы хотели объехать все страны по периметру, то есть это была и Россия, и Украина, и Польша, и Литва, Латвия. Да, мы хотели встретиться с руководствами этих стран, мы хотели рассказать о той ситуации, которая сложилась в нашей стране, и, соответственно, поэтому так и получилось много стран. Но из этих стран мы больше всего времени, естественно, провели в Латвийской Республике, а сейчас мы, неделю назад, мы переехали в Грецию. Это связано с тем, что я получила работу, то есть в Греции была открыта позиция, которую я вот как раз-таки и буду занимать. Расскажите про вашу працю. Ну, я на самом деле работала на протяжении последних 10-11 лет, я работаю на крупной международной IT-компании, я работала в Беларуси, у меня была региональная роль, я отвечала за партнерские каналы в странах СНГ, включая Беларусь, но сейчас по объективным причинам я не могу находиться в стране, не могу находиться в Беларуси, именно поэтому я стала искать для себя работу, потому что за все это время, то есть больше года мы живем на наши личные сбережения, мы живем на те деньги, которые Валерия зарабатывает в качестве IT-консультанта, он работает до сих пор, продолжает свою работу в качестве международного консультанта. Мы за все это время не получили никакой сторонней помощи, поэтому у меня всегда вызывают улыбку те высказывания Лукашенко, когда он обвиняет оппозиционных лидеров, политиков в том, что мы живем за деньги грантов, за деньги запад и так далее. Например, если говорить лично про нас, мы ни копейки сторонней помощи за это время не получили. Именно поэтому мы приняли решение, что я должна также вернуться на работу, потому что нам нужно за что-то жить, нам нужно кормить своих детей. И именно поэтому я перевелась из Беларуси в Грецию, где была открыта позиция в рамках той компании, на которой, как уже сказала, работы последних 10 лет. Ах, это менеджерская позиция, где вы непосредственно IT-працей занимаетесь? Ну, это больше позиция такая бизнес-развития, бизнес-развития канала в той компании, в которой я работаю. Ну и, соответственно, сейчас я перевелась на позицию, которая больше будет отвечать за маркетинг в нашей компании. Я так и разумею, теперь у вас великая проблема, великая задача, а уладковать детей в школу, так? Потому что они переехали, не в забаве начнутся занятки, а какая это школа, с какой мовой? Ну и натурально, что это стресс великий для них будет. Ну да, на самом деле у меня уже дети за последние два года, то есть они в этом году идут в третий класс, за последние два года они поменяли три школы, даже четыре школы они поменяли. Сейчас, так как мы переехали буквально неделю тому назад, мы в процессе поиска школы для детей. То есть, кстати, это была одна из причин, почему мы переехали в Латвию, потому что в Латвии огромное количество русскоязычных школ. Это не в чистом виде русскоязычные школы, это билингвальные школы, то есть образование происходит на русском и на латвийском, на латышском языках. Здесь, естественно, в данном случае в Бреце дети будут подстраиваться уже под своих родителей, будут подстраиваться под нас, под мою работу. Поэтому я сейчас активно тоже занимаюсь тем, что ищу школы для своих детей в чистом виде русских школ здесь не существует. Здесь есть школа выходного дня, когда вы в субботу-воскресенье вводите ребенка на дополнительное занятие, потому что для нас принципиально, чтобы дети не забывали русский язык, для нас принципиально, чтобы дети могли писать, читать на русском языке, потому что мы не видим свою жизнь ни в одной стране, ни в европейской стране, ни вообще в принципе ни в одной стране. Поэтому сейчас мы в процессе поиска, я ищу им школу, и, естественно, они будут обязательно в порядке ходить в русскоязычную школу хотя бы один или два раза в неделю. На пауна вы бачили периодично у социальных сетках такие спрыжки великие возникают на кон таго, что шмат людей, которые ехали в Беларуси, в русскомовные школы шукают, и вот русскомовная гимназия из Менску переехала в Вильню, и довольно часто выказываются такие претензии, почему не белорусскомовная школа. Я разумею, что ваши дети учились на российской мове, а те разглядали вы макшимость, угрыцца ясно, это больше складано, а те разглядали вы калі-небудь макшимость, как они белорусскую мову засвоили? Конечно, то есть я всегда за то, чтобы дети изучали как можно больше языков, чем больше языков, тем лучше, поэтому, например, в Греции здесь нет белорусскоязычной школы, в некоторых странах есть белорусскоязычная школа, я знаю, в Польше есть белорусскоязычная школа, в Латвии, по-моему, насколько я знаю, одна была белорусскоязычная школа, но на самом деле мы сначала сняли квартиру, а потом смотрели вокруг нашего дома, где мы жили, школы, которые находились поблизости, вот и все, то есть мы исходили просто из того, чтобы дети могли самостоятельно там с бабушкой ходить в школу. Ну а что касается Греции, как я уже сказала, мы сейчас будем, естественно, искать школу, и я всегда за то, чтобы дети изучали как можно больше языков. На мой взгляд, это очень хорошо с точки зрения развития ребенка. Люди, які з'ехали, были вымушены з'ехать з Беларуси, их вельми шмату, их такий непростый выбор, вот жить на Валисках, так думающий, что все часова, что худко вернемся, так не адаптоваться, просто шакать, калі что-то зменяться, набляжать гэта ті, но так адаптоваться и уже глядеть на гэтую краину, як на больш-меньш сталое место жахарства, и что гэта можа быть надолго, это такая думка не вельми приемная. Вот я к этому выбору перед вами стоять, вы так и худко переезжаете, и пускаете корони. Вы знаете, первые несколько месяцев, наверное, первые пять месяцев без преувеличения я даже не распаковывала чемоданы. Мы за это время поменяли огромное количество квартир, потому что мы переезжали с страны в страну, то есть находясь даже в каком-то городе мы меняли квартиры, то есть это было связано с разными причинами, но я каждый день ждала и надеяла, что вот сегодня мы вернемся домой, вот сегодня, вот завтра мы вернемся домой. Именно поэтому я очень много месяцев не распаковывала чемоданы. И буквально, наверное, только в начале этого года я распаковала первый раз за все время наших несколько чемоданов. Как я неоднократно говорила, мы не рассматриваем возможности жить в какой-либо стране, потому что если бы мы хотели уехать, если бы мы хотели жить в Соединенных Штатах либо в любой стране в Европейском Союзе, мы бы это уже сделали много лет тому назад. У нас было много возможностей, вариантов переехать в Соединенные Штаты. Валерию предлагали работу в странах Западной Европы, но мы никогда себя не рассматривали вдалеке от дома. Поэтому мы рассматриваем любую страну, в которой бы мы не находились в данный момент, как временное место нашего пребывания. Естественно, мы хотим вернуться домой. Естественно, мы очень скучаем по нашей стране, по родине. И мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить вот этот час возвращения домой. Многие люди, которые утекают из Белоруссии, делают заплешник один, эти маленькие-маленькую вализочку. У каких у вас вализок было с вами? И что самое дорогое вы поспели взять? Что с вами за уседы? Ну, вы знаете, у нас... Ну, наверное, у меня нет такого чего-то материального, к чему я привязываюсь, да, там какой-то, не знаю, там амулет, символ, там... У меня самое ценное, это мои воспоминания, самое ценное, это те отношения, которые у меня есть и с друзьями, и с родственниками, и с знакомыми, и с близкими, которые остались в Белоруссии, по которым я очень-очень скучаю. Вот, ну, с собой мы брали, естественно, минимальное количество вещей. То есть в основном это были детские вещи, потому что у нас двое маленьких детей. Мы не знали, в какой стране мы будем жить на момент отъезда. Поэтому брали мы вещей минимум, ну, и, соответственно, уже, когда начинали, переезжали в ту или иную страну, то есть потихоньку мы... Нам передавали наши вещи, которые остались дома. Но на самом деле для меня самое ценное, самое теплое это воспоминание о доме, это воспоминание о друзьях, о близких, тех, кто остались в Белоруссии, с теми, с кем я очень жду встречу. Я глядела у живым эфиры с перед выборчага митингу, на яким выступали Светлана Дзяхановская, Мария Калесникова, и вы у Менску, и вы рассказали, ну, жудусная история вашей мати, што з'е отбылось. Я тады вот так подумала, як тяжко вам и не просто было с Валером у всех этой гады, либо вы были, ну, так бы мовять, у элите гэтэй улады, у Лукашенковой элите, вы были добры уладкаваны и на добрых пасадах, и вы ведали все про гэту уладу, так? Але вы не могли сказать у голос, вы маучшали. Вот вам хотелось отпомстить нек за деки с матей, вот як вы в семье гэтэ обмерковывали, як вы с гэтым жили все гэтэй гады? Ну, во-первых, сразу хочу сказать, я лично никогда не была ни в какой элите. То есть я с первого дня после окончания университета сразу начала работать в компании Валком, потом уехали в Соединенные Штаты, где Валерий был послом, там я точно так же получила работу, я работала, я долго искала работу, я получила работу в канадской компании, потом после возвращения домой я опять приехала и устроилась на свою первую работу в Валком. Сейчас я последние 10-11 лет работаю в крупной международной IT-компании. То есть если говорить обо мне, вообще никогда не была ни в какой элите, да? Если говорить... Ну, Алим, ваш муж был, я в этом сенте, так. Что касается Валерия, то почему-то очень многие считают, что он благодаря Лукашенко сделал свою карьеру, что это абсолютно неправда, потому что Валерий окончил МГИМО, это было еще при Советском Союзе, это Московский государственный институт международных отношений, он свободно говорит на двух иностранных языках, на английском языке, на финском языке, он работал в советском посольстве в Финляндии, он мог остаться после развала Советского Союза в России, потому что у него были на то время все основания там остаться, чего он не сделал, поэтому он вернулся домой в Беларусь. Он как раз-таки, когда вернулся в Беларусь, он устроился сразу в Министерстве иностранных дел и начал помогать строить как раз-таки внешнюю политику нашей страны. Потом он работал советником председателя Верховного Совета по внешней политике, с другими словами, он был советником руководителя государства, на тот момент это был господин Шушкевич. И после этого он еще работал как раз-таки советником исполнительного секретаря СНГ. Поэтому как раз-таки Лукашенко пригласил Валерия в свою команду. Он его уговаривал присоединиться к его команде, потому что на тот момент это был председатель колхоза, никому неизвестный, на тот момент это был оппозиционный политик. И поэтому, если вы даже почитаете воспоминания Александра Федута, он как раз-таки в этих воспоминаниях рассказывает, как на самом деле познакомился Валерий и Лукашенко. Поэтому, смотрите, когда мне говорят о том, что Валерий там работал, знаете, или находился в элите, я с этим не согласна. Потому что, смотрите, он с 2005 года уже не является государственным служащим. До 2005 года он действительно работал в Министерстве иностранных дел, он был послом, как и, кстати, я вот недавно посчитала, что за 27 лет правления Лукашенко в нашей стране было около 400 послов, около 4 послов. Но Валерий один из немногих, кто смог привести домой вот этот опыт, который он накопил в Соединенных Штатах. Ведь мы тоже могли какой-то опыт впитать в себя из Великобритании, из Германии, из, не знаю, Италии и многих других стран. Но Валерий один из немногих, кто принес как раз таки в Беларусь, привез опыт и создал Парк высоких технологий. То есть это самый успешный проект за 27 лет правления режима Лукашенко. Поэтому, если говорить про элиты, то я абсолютно не согласна. То есть я, может быть, в какой-то степени он действительно был в элите какое-то время, да, а когда он... Максима, я не вельми докладно сформулировала, я мела на увазе, что в любом разе он меал контакты с наивысшайшими особами у державе, и он ведал, что вы пережили, что ваша семья пережила, и это было саправды тяжко. Это было, конечно, непросто. Я всегда, даже когда я рассказывала, делилась свою историю во время митинга на Бангалор, да, то есть мы делились личными историями, я помню этот митинг очень хорошо, то есть у нас была цель его, это рассказать свои личные истории, потому что и Мария, и Светлана, и я, мы родились и выросли в Беларуси, и мы просто рассказывали свои личные истории. И вы знаете, на самом деле, до 9 августа 2020 года я думала, что это какая-то моя личная боль, моя личная трагедия, эта трагедия, которая произошла с моей матерью, и мне казалось, что это больше какие-то единичные случаи, то есть вот нашу семью, мою семью это коснулось, но то, что я увидела после 9 августа 2020 года, ну, наверное, весь мир был шокирован вот этим уровнем беспредела, уровнем, не знаю, жестокости, когда людей избивали, когда людей сажали в тюрьмы, когда людей убивали, то есть вот это действительно приобрело уже массовый характер, и это действительно стало трагедией для белорусского народа, и это история, которая, или страница история, которую мы никогда не должны забывать, мы должны напоминать об этом нашим детям, будущему поколению, что больше никогда в нашей стране такого не повторилось, никогда. И, правда, подобно то, что отбывалось с вашей матерью, это так само не один, как бы, выпадок, просто про это маучали, как и вы многие годы, многие люди. Я всегда считала, что это личная трагедия, я всегда считала, что это личное горе, что это коснулось нашей семьи, только что, возможно, это никогда не коснется никого другого, но, как мы увидели по событиям 2020 года, к сожалению, это коснулось очень многих белорусов. Вероника, вы загадывали зараз той митинг у Менску, ну, шмат было митингов, я все глядела, многие люди глядели, зараз приходят вспоминные в социальных сетках, все загадываются, вельми тепло то, что отбывалось, а можете загадать вот за моменту, як Валера вступил в выборшую кампанию, який был ваш самый-самый счастливый день, ну, и який был самый несчастный? Вы знаете, во время, когда мы начали кампанию, было очень много счастливых дней, вот прямо чтобы одного, я не могу вспомнить одного счастливого дня, их было так много, во-первых, я была счастлива, когда я увидела, какое количество неравнодушных белорусов у нас в стране есть, я была счастлива познакомиться с Марией, с Ветланой, то есть это был действительно один из счастливых дней, когда мы объединились, когда мы своим примером показали, что несмотря на то, что у нас абсолютно разные кандидаты, с разным образованием, с разными жизненными достижениями, с разным подходом и видением будущего Беларуси, мы все вместе, несмотря ни на что, то есть мы оставили свои амбиции, мы объединились, это для меня было тоже одним из таких очень ярких событий в жизни, для меня был митинг в каждом городе, который мы проводили, он был уникальный по-своему, в каком-то городе мы встречались огромное количество более старшего поколения бабушек, которые рассказывали свои истории про то, как они растили детей, что дети должны, вынуждены были уехать из страны, в каких-то городах мы общались с людьми с ограниченными возможностями, в каких-то городах мы общались с поэтессами, с музыкантами, то есть каждый митинг по-своему, он был просто каким-то невероятным, это была такая положительная энергетика людей, это был такой опыт, который, наверное, никогда в жизни я не забуду, потому что действительно компания 20-го года для меня была одним из самых ярких событий в жизни, я думаю, что этого никогда не забуду в своей жизни, вот, а что касается, а что касается грустных дней или тяжелых для меня дней, это, конечно, был отъезд из Беларуси, потому что для меня это решение тоже нелегко далось, для меня, я очень много месяцев переживала по поводу того, что я вынужденно уехала из Беларуси, я переживала по поводу того, что в Беларуси остались и родные, и близкие, и белорусский весь народ, не все смогли выехать, то есть большинство, мы видим, огромное количество людей вынуждено было уехать, кто-то в Кожа, кто-то в Украину, кто-то в Литву, кто-то в Латвию, в другие страны, вот, поэтому для меня, лично для меня было крайне сложно пережить вот этот момент отъезда из Беларуси, потому что все-таки это моя родина, это мой дом, там похоронена моя мать, и я уже больше года не была у нее на могиле, за некольки джен до 9-го жнивня я разговляла, рабила интервью с Марией Колесниковой, и она рассказывала, як вы знайомилися, так, вы вырошили объеднаться, а потом, как вам разом працаваць, комфортно, как вы одна-одну лепш доведалися, вы разом сходили на шопинг, памятаете, як это было, памятаете, як вы вот один-два-дной так привыкали, познавали одна-одну. Да, это правда, у нас действительно, вы знаете, я, например, не очень люблю шопинг, у меня не так много одежды, да, то есть с чем мы столкнулись, у Светланы такая же была ситуация, у Марии, трудно сказать, не знаю, но вот, например, у нас не было много вещей, даже, потому что каждый день у нас были митинги в разных городах, в некоторых городах у нас было по 3-4 митинга, вот, и, соответственно, мы как бы, во-первых, для того, чтобы и ближе познакомиться, и для того, чтобы у нас было в чем выходить даже на сцену, мы пошли на совместный шопинг, действительно, мы договорились в один день, что мы пойдем на шопинг, мы провели, по-моему, 2 или 3 часа в магазинах, купили вещи, но, действительно, это был такой незабываемый опыт, когда мы друг друга, знаете, смотрели друг на друга, советовали, что тебе идет, что тебе не идет, это был такой какой-то, ну, момент, что ли, женского единения, потому что, в основном, естественно, все время мы проводили и в офисе, и на митингах, и в интервью, готовились к встречам, готовились к поездкам, то есть мы, действительно, дневали и ночевали в офисе, у нас не было выходных, мы работали не на 100, на 200%, и вот это какая-то отдушина в виде чего-то женского, шопинга, для нас это было, конечно, незабываемо. Сумуете по 3 часах? Очень, очень, я очень скучаю по Маше, я считаю, что она незаконно удерживается в тюрьме, я очень искренне переживаю, борюсь за тех женщин, которые находятся сейчас, незаконно удерживаются в тюрьмах, потому что лично я сама собираю истории таких женщин, я со многими родственниками этих женщин общаюсь, я общаюсь с женщинами, которые побывали в тюрьмах, и, конечно, для меня это личная боль, это трагедия, я скучаю по тем временам, когда мы были вместе с Машей, когда мы были трио, когда мы ездили, когда мы проводили вместе время, когда мы друг друга поддерживали, выходя на сцену, потому что, например, для Маши, для меня это был опыт, ну, скажем так, конечно, не ежедневный, но у нас был опыт у Светы, вообще не было опыта выступления на сценах, то есть она очень боялась, и мы друг друга всеми способами поддерживали. Мы действительно себя вели как три сестры, и это был бесценный опыт. Я, ради крыху, ранее вернемся, глядела стримы спередвыборчых митингов Валера Цапкалы. Вы завсёду были побач. Это вельм прыгожа выглядало, такими американским стыле. Но ли завсёду были крыху у тени, крыху на другим пляне. Вот, кали вы стали тревого, вы стали такой соправдной зоркой с Марией Светланой, и ваша ведомость, ваша популярность, ваша познавальность, так, и значность на той моменты напылны и теперь больше, чем у Валера. Хотя на тле того, что отбывается в Беларуси, это теперь абсолютно неистотно. Те лёгко вам гэтая публичность далась, я вось гэтаи першые роли, и те лёгко гэта была для Валера? Вот вы у меня сейчас спросили этот вопрос, а я даже никогда не задумывалась над ним. То есть мы никогда это в семье не обсуждали, то есть про публичность, кто более, не знаю, популярен. То есть у нас даже никогда такого вопроса не возникало. Я продолжила то дело, которое начала Валерий, точно так же, как продолжила это дело и Светлана, и Мария. Если бы не было мужчин, не было бы нас. Поэтому не надо забывать о том, что впереди шли мужчины. То есть они как тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело. Что касается меня, то есть с профессиональной точки зрения, мне всегда были интересны инфраструктурные проекты. То есть как мама двоих детей я видела все те недостатки, которые у нас есть в стране с точки зрения детских площадок. Потому что как мама двойняшек, я не могла, например, в доме, где мы жили, спокойно поиграть с детьми на площадке. Потому что она была, но она была развалена, она была старая. То есть она была не модернизирована. Поэтому для меня, например, с профессиональной точки зрения было всегда интересно инфраструктурные вещи. Для меня было интересно строительство парков, то есть парков, где мамы, допустим, и пожилые люди могут отдыхать, гулять, заниматься спортом. Для меня было интересно и до сих пор интересно строительство пригородных таких территорий, где вы можете пойти погулять, то есть опять-таки заняться спортом. Это то, что, кстати, я изучаю, находясь сейчас в странах, то есть находясь в Латвии, я этот вопрос изучала. Сейчас, когда мы переехали в Грецию, я буду в Грецию этот вопрос изучать. Это, кстати, один из плюсов нашей вынужденной иммиграции. То есть в каждой стране я пытаюсь впитывать в себя вот этот положительный опыт. Например, в какой-то стране я вижу, что хорошо работает здравоохранение. То есть мы пытаемся изучить вопрос здравоохранения. В какой-то стране я вижу, что хорошо развиты инфраструктурные вопросы. То есть мы опять-таки изучаем, каким образом они инфраструктуру развили в своей стране. Поэтому у меня одно, как бы одни направления или одни интересы. У Валерия, Валерий стратег. У Валерия есть видение. Валерий построил самый успешный проект на постсоветском пространстве в виде парка высоких технологий. У Валерия есть стратегическое мышление. У него глубокие экономические знания. Поэтому у нас абсолютно непересекающиеся интересы. Я никогда не видела себя в роли, не знаю, лидера. Я никогда даже у меня таких не было планов. Я просто видела себя как человека, как гражданского, как активного человека, который тоже может привнести какую-то лепту в строительство, в будущее нашей страны. Именно в тех вопросах, которые я озвучила. Вы имеете добрую эдукацию, вы все же все опрацовали, маючи двух детей, маючи семью. Теперь створили белорусский женой шифон. А те, вы феминисткой себе можете назвать? А с латинского feminine означает женщина. Ну, мне кажется, что я довольно-таки похожа на женщину, поэтому... Ну, я, вы знаете, как бы... Почему-то в русском языке феминизм больше имеет такой негативный, да, оттенок. То есть феминизм это что-то такое, что ты там принижаешь мужчин или... Ну, я нет, я очень уважительно... Ну, я бы так не сказала. Я бы так не сказала. Это стереотип, ну, на самом деле, нет. Ну, вы знаете, почему-то, когда говорят феминизм, то имеется то, подразумевает, что ты как-то вот роль мужчин принижаешь. Я никогда роль мужчин не принижала. Я, наоборот, считаю, что у нас и отважные мужчины, у нас мужчины достойные в стране. Вот, поэтому, да, я создала фонд, белорусский женский фонд. Меня очень многие спрашивают, почему именно женский фонд. Но, на мой взгляд, это был логичный шаг после того, что, во-первых, мы были в трио с Светланой и Марией, после того, когда Марию посадили в тюрьму, то есть незаконно удерживают в тюрьме до сих пор. То есть у меня как раз-таки пришла идея создать белорусский женский фонд, то есть объединить женщин, неравнодушные женщины, которые будут бороться за права политзаключенных женщин. Потому что у нас количество политзаключенных женщин, 72 человека на сегодняшний день, и эта цифра каждый день растет. И, конечно же, мы должны сделать все возможное для того, чтобы остановить вот это беззаконие, чтобы женщины могли вернуться к своим детям и вернуться в свои семьи. Вот, поэтому, как бы, если вы считаете, что в этом плане не я феминистка, да, я сейчас борюсь активно за права женщин, потому что я очень хочу, чтобы закон восторжествовал в нашей стране, и чтобы люди, которые незаконно удержатся в тюрьмах, а это, естественно, люди, которые удержатся по политическим причинам в тюрьмах, они должны вернуться домой как можно скорее. Потому что я не могу читать и слушать историю, когда, например, у нашей Елены Мавшук, которая из Пинска, у нее там пятеро детей, и ребенка забирают в детский дом только потому, что она находится в тюрьме. Это неприемлемо, и такие случаи не должны быть в современной стране в 21 века. Я хотела вас еще запытаться, вот я глядела ваше интервью с нашей корреспонденткой Александрой Дынько год назад в Офисе Свободы, мы утром давали интервью, там Александра пыталась вас про ужывание в компании белорусской мовы. Вот у вас с того часу мне изменилось ставление до ужывания белорусской мовы, до ее роли? Вы знаете, у меня всегда было хорошее отношение к белорусскому языку, мы все учили в детстве белорусский язык, но я считаю, что у нас, во-первых, в стране два официальных языка, два государственных языка, это русский язык и белорусский язык. На мой взгляд, каждый человек должен самостоятельно выбирать, на каком языке говорить, да, то есть мы видим на примере многих стран о том, что нельзя навязывать тот или иной язык, то есть человек должен сам выбирать, на каком языке разговаривать, но одновременно государство должно делать все для того, чтобы развивать национальный язык. То есть для этого должны быть инвестиции в культурную сферу, для этого должны быть инвестиции в образование, должно большое количество появиться сайтов, которые будут на белорусском языке размещать информацию, печатных изданий, должны быть школы белорусские, большее количество белорусских школ открыто. То есть государство должно инвестировать и развивать национальный язык. На мой взгляд, каждый человек должен убирать тот язык, на котором он хочет и будет разговаривать. Но опять-таки подчеркну, что процветающее, богатое государство делает все для того, чтобы развить свой национальный язык. Это год вельми тяжкий для всех белорусов в этой репрессии. Хвалт, неволя, вымушенная эмиграция, стан депрессии вельми протяглый, стресс. Это такие тяжкие, драматичные часы для вас, особенно для вашей семьи. Какая ваша мара, який момент, какую картину вы являете перед собой вельми докладно? Что вы сделаете, где вы будете, кали это все закончится? Ой, у меня, наверное, мечта такая же, как у большинства белорусов. Это чтобы наконец-таки свергнуть этот бесчеловечный режим. Я прекрасно знаю, у меня нет ни капли сомнений в том, что этот режим пойдет, потому что по-другому быть и не может. У нас, мы, находясь на свободе, пользуясь тем, что мы находимся на свободе, мы продолжаем нашу борьбу, даже несмотря на то, что я возвращаюсь на работу, Валерия работает. Мы ни на минуту не продолжали, лично мы не продолжали, ни на минуту не оставляли нашу общественную деятельность. Поэтому мы очень надеемся, что в один момент, сейчас у нас, кстати, есть три таких основные столпа победы. Это, прежде всего, план победы, это план перемога. Второе, это рабочий рук, то есть это рабочие движения. Ну и третье, это наша инициатива, которую, кстати, штаб Валерий Цапкал запустил по аресту преступника номер один. Это по аресту Лукашенко. То есть мы создали платформу, называется ProGate, на которой разместили все преступления Лукашенко против человечности. Мы от лица женского белорусского фонда на протяжении шести месяцев собирали свидетельские показания тех женщин, которые пострадали от режима, которые прошли через тюрьмы, через пытки, через унижения. И на основании этих свидетельских показаний мы отправили исковое заявление в Международный уголовный суд ГАГи. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы этот режим упал как можно быстрее. И мы очень надеемся на то, что в один прекрасный день, когда все лидеры, оппозиционные лидеры призовут людей выйти еще раз на улицу, на этот раз режим уже не устоит. Потому что мы все понимаем, что то, что произошло в августе прошлого года, в августе 2020 года, когда практически 400 тысяч вышли в Минске, а по всей стране, наверное, миллион это было, то есть граждан Беларуси, которые вышли. То есть в тот момент белорусы еще надеялись на то, что мы сможем мирным путем свергнуть эту власть. Но, как вы видите, этот человек Лукашенко, это абсолютно беспринципный человек. Это человек, который бесстыжий, который нам всем рассказывал о том, публично рассказывал, что если выйдут 100 тысяч на улицу, он не будет цепляться своими семьюшными пальцами за президентское кресло. Но, как мы видим, он обманывает. Мы видим, что он творит с белорусами. И, естественно, мы будем делать все возможное для того, чтобы этот режим упал как можно скорее. А что касается меня, то есть что касается нашей семьи, естественно, мы представляем, что мы, наверное, на следующий день после падения режима, может быть, не знаю, в этот же день, обязательно вернемся домой. Я мечтаю о том, чтобы поскорее вышли все политзаключенные. Я мечтаю о том, чтобы мы в Беларуси наконец-таки провели свободные демократические выборы, где каждый гражданин Республики Беларусь, у которого есть достаточно знаний, опыта, уверенности, видения в будущее Беларуси, смог ознакомить всех белорусов с его видением. Я очень хочу, чтобы мы построили богатую страну, чтобы наша молодежь не искала страны в поисках, лучшей жизни, где у них будут лучшие зарплаты и более безопасные жизни, и лучшее будущее. Я очень хочу, чтобы мы построили богатую в Беларусь, которой будет хотеться не только белорусам жить, но в которой будет хотеться жить и иностранным гражданам, чтобы они точно так же, как и мы, гордились Беларусью и хотели пускать свои корни именно у нас, в Беларуси. Дякую великих. Это была Вероника Цапкала, якую можно представить, и я к старшиню белорусского жаношого фонду, и я к жонку кандидата на президенты Валера Цапкалы, и я к одну з наибольшь ярких особа у трео объединанного штабу. Ляду можно сказать, что просто Вероника Цапкала. Я ей так вельми добра ведаю. Дякую вам великих. Спасибо. Спасибо.